Ломтик лимона утонул и сразу сплыл обратно, распространяя приятный аромат. Максим с удовольствием лизнул кислые пальцы, взял кружку ладонями за бока и протянул Светке. Та сидела на диване с обиженным видом, поджав ноги и тыкая в смартфон. «Свет, горячо!» — никакой реакции. «Я сейчас уроню и обварюсь!» Девушка презрительно зыркнула на мужа и схватила кружку за ручку, едва не расплескав. Максим довольно улыбнулся. «Контакт установлен». «Ну, чего ты? Я же не тебя дурой назвал. Ну, а кто они, если ведутся?» Чай подействовал, как и предполагалось. Супруга понемногу оттаивала. «Хорошо, что ты у нас блогер-эксперт по всем вопросам», — съязвила она наконец. «Свет, на вас же деньги рубят. Из воздуха. Ну, миллиарды нарубила. А санитаркой для души работает. Макс, у неё даже прайса нет. Сколько хочешь, столько даёшь. Хочешь тысячу, хочешь полтинник. Ага, одна даст тысячу, и другим уже стрёмно меньше давать. Город-то маленький». Кружка понемногу пустела. Светке стало тепло и уютно. На мужа она уже почти не злилась. Даже захотелось его переубедить. «Как ты там сказал, психология и наблюдательность?» «Именно», — улыбнулся супруг. «И маленький город, где все про всех знают. А как она у нашего экспедитора, язву желудка определила. Сразу уточню, он не местный, из области, поездом к ней заскочил». «Ах, ну вы-то местные», — спокойно возразил Максим. «Кто-то чего-то ляпнул про него. Она запомнила. А если и нет? Да, многие болезни на лице написаны. Она всё-таки в медицине работает. Хоть и санитаркой. Допустим. А Сонька? Она вообще по телефону звонила. Имени не назвала. Никакого визуального контакта. А ведьма всё поняла по голосу. И что с мужем не лады, и что развода не хочет. Даже беременность предсказала за полгода». Максим на всякий случай забрал из рук жены пустую посудину и поставил на журнальный столик. «Я уже говорил про маленький город», — улыбнулся он, уворачиваясь от удара подушкой. «Мало ли кто намекнул, что некая Софья хочет анонимно погадать. Да и вообще, большинство обращается к таким услугам, когда семья уже трещит по швам. Из них половина мямли, вроде вашей Соньки. Какой ей развод! По голосу ясно, насколько она в себе не уверена. Нового мужика будет сто лет искать. Таким только терпеть и надеяться. Ну, а беременность считается лучшим клеем для осколков брака. Так что не предсказала, а подтолкнула. «Ценник ты, Макс!» Светка помолчала, в глубине души понимая, что он прав. Но было обидно за подругу, чересчур мягкую и готовую прощать любые подлости. Неужто Сонька и правда такая дура? «Ах, скажи мне, кто твой друг?» «Ладно, хрен с ним с гаданием. А сглаз, а порча, а приворот, в конце концов». «Ну, тут еще проще», — самоуверенно ухмыльнулся Максим. «Ты заметила косой взгляд, услышала неискреннюю похвалу и забыла. А подсознание помнит. Начинает во всем искать подвох. Внимание рассеивается, все из рук валится. Настроение не к черту, самочувствие тоже. Ну а снятие порчи — это плацебо для дурачков. Веришь, что поможет, оно и поможет. Убедит подсознание, что подвоха нет. Вот и все дела». Девушка снова насупилась. Если в гаданиях она и подозревала мошенничество, то бытовое суеверие было ее вторым «я». Приметы выполнялись неукоснительно. В доме то и дело стучалось по дереву и плевалось через плечо. На всякий случай отшучивалась Светка, но муж знал, что это вполне всерьез. «А вот в приворот я верю», — весело заявил он, пытаясь сгладить углы. «На некоторые пары смотришь и понимаешь, что без него никак. Приворот — штука нужная». «Нужная», — злобно буркнула супруга. «Пока однажды не пожалеешь». Максим поднял брови, изображая удивление. «А, так ты меня тоже того? А как именно? И что будет, когда приворот закончится? Скоро узнаешь!» — тихо огрызнула Светка и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Парень покачал головой. Он был уверен, что никакие привороты ему при встрече с будущей женой не потребовались. Ну а если и были с её стороны какие-то бессмысленные ритуалы, пусть играется, не вовред же. Однако с ведьмой Максим твёрдо решил разобраться. К человеку, обладавшему таким влиянием на доверчивых провинциалок, жену лучше не подпускать, да и свой блог пора давно оживить. Разоблачение мошенницы, знакомый многим, — отличный повод. Он открыл страницу в соцсети. Простая серая мышка, чуть старше Светки. Ни тебе готичного макияжа, ни татуировок, ни замков на фоне Луны. Хоть бы с аватаркой покреативила, что ли. И с псевдонимом. А то просто Ольга. Ну, называйте по фамилии, если это добавит колорита, — улыбнулась ведьма. Иванова! Нагнала жути? Ух, — демонстративно вздрогнул Максим. Аж да и коты! Он сидел напротив Ольги за полированным столиком советских времён. Такие ещё раскладывались в большие столы, когда приходили гости. Вся обстановка комнаты тоже была какой-то простой и старомодной. Из той же эпохи. Может, в этом и фишка? Никаких магических шаров, чучел, змей. Зато намёк на солидный возраст молодой с виду магички. Правда, имелся чёрный кот, вальяжно растянувшийся на диване. Но и его инфернальность портили яркие белые носочки. Хозяйка кота выглядела так же, как на аватарке. Женщина под сорок, в меру симпатичная, с волнистыми тёмными волосами до плеч. Выделялись разве что глаза какого-то странного, неуловимого оттенка. Одежда простая и современная, что разрушало концепцию молодой старухи. «Я понял», — осмотревшись, сказал посетитель. «Подкупайте клиента простотой. Мол, нет никакой мишуры, в отличие от конкуренток». «Хм, да у меня и конкуренток нет», — пожалуй, плечами ведьма. Настоящих, по крайней мере. «А вы что хотели-то, интервью или просто посмотреть, чтобы потом обосрать?» Максима покоробила от неожиданно грубого слова. Ольга так широко улыбнулась, что он понял, кто в этой комнате настоящий тролль. «Ну, зачем же так? Я за честность. Если вы вправду обладаете неким даром, то докажите. С меня самый положительный обзор. Ну, а если мошенница, и чем же доказать?» «У меня есть фобия. Но вы, конечно, и так уже знаете». «Нет, не знаю. Я же мистика, а не психиатр. Мне надо вас послушать, установить связь. Тогда я и прочитаю». Максим изобразил разочарование. «Так я и думал. Я вам расскажу о себе, а вы из этой инфы наделаете выводов. А в чём же магия?» Ольга положила руки перед собой и скрестила пальцы, приняв позу внимательного слушателя. «А вы сами выбирайте, что мне говорить. Можете пороть любую чушь, не имеющую к вам отношения. А потом посмотрим, какие выводы я наделаю. Идёт?» Максим почесал затылок и начал рассказывать. «Всё подряд. О своём детстве, о родителях, об учёбе и семейной жизни. Он пытался хитрить и путать следы, постоянно добавляя события, которых не было, приписывая себе черты характера, которых не имел. Всё это время собеседница неподвижно слушала, иногда прикрывая глаза. Казалось, что она задрёмывает. В один из таких моментов её волосы у правого уха странно зашевелились. Ольга вздрогнула, словно её что-то разбудило. Через пару минут повторилось то же самое. Рассказчик невольно уставился на голову ведьмы, ожидая сюрпризов. Несколько тонких прядей вдруг отделились от остальных и заскользили вниз по белой блузке. Чёрный мохнатый паук размером с перчатку соскользнул по гладкой ткани и с тихим стуком упал на полированную поверхность. Чувствуя, как внутри всё похолодело, Максим выдавил из себя улыбку. — И как зовут зверюшку? — Гришка, — невинно улыбнулась Ольга. Она спокойно взяла Гришку за бока и положила на середину стола. — Не бойтесь, он не укусит. — Только понюхает, — беспечно отшутился посетитель, но резко осипший голос проваливал к чертям всю конспирацию. Максим смотрел на огромную тварь и чувствовал, как у него немеют ноги, и поджимается мошонка. Сердце долбило где-то в районе глотки, не позволяя дышать. Восьминогая перчатка неподвижно таращилась всем набором бусинок. Казалось, что каждой ворсинкой своего тела существо ловит малейшее движение, чтобы совершить бросок. И интересно, птицееды умеют прыгать? Одна из лапок паука резко дернулась, и человек с воплем отскочил от стола, перевернув стул. Кот на диване злобно зашипел. Немного переведя дух, Максим искренне заулыбался. — Угадали с первой попытки. Браво. Кто там еще в запасе, если бы паук не сработал? Змея в рукаве? Ольга непонимающе развела руки в стороны. Какой паук на столе? Было пусто. Парень начал лихорадочно отряхиваться, чувствуя новый прилив паники. Громкий мелодичный смех привел его в чувства. Наконец-то он все понял. Поднял стул и уселся обратно напротив ведьмы. Ха, гипноз-то, а? О, круто! Ольга смотрела на него без тени иронии. Человека загипнотизировать не так просто. Вы видите тут какой-нибудь маятник, волчок, шарик, что-то блестящее? Разве я делала какие-нибудь пассы руками, говорила что-нибудь? Нет. Вы постоянно думали о своей фобии, чтобы ее случайно не выдать. Я лишь уловила и помогла ей материализоваться. Ай, насколько она теперь материальна? Хм, а это зависит от вас. Когда Светка пришла с работы, ее муж спал, сидя за столом и уткнувшись лицом в клавиатуру ноутбука. «У тебя скоро ворд закончится», — сказала девушка вместо приветствия. Максим встрепенулся, щурясь на экран. Защита от случайных нажатий сработала без нареканий. «Ну что, шарлатанка она?» — крикнула жена с кухни, шурша пакетами. «Ага, еще какая!» — буркнул блогер, закрывая документ с единственным написанным за вечер абзацем. «Свет, она и правда с санитаркой работает?» «Ага, странно. Образованная, довольно привлекательная. И что за пренебрежение?» — Светка зашла в комнату с тарелкой бутербродов и кружкой чая. «Да нет, просто ей бы в офис или в педагогику. А тебе бы уже хоть куда-нибудь». Ночью, когда супруга мерно сопела под боком, он все вертел в голове одно и то же предложение, никак не находя оптимальный вариант. Сценарий разоблачения рождался в огромных муках. Плюнув и уже собираясь задремать, Максим услышал тихий звук рядом с головой. Так иногда щелкает сломанное перо в подушке. Но почему-то его не устроило такое объяснение. А вдруг таракан упал с потолка. Брезгливо морщист, человек нащупал смартфон на тумбочке и включил фонарик, собираясь дать бой наглому насекомому. На подушке сидел паук. Не слишком большой, но весьма неприятный. Явно не из домашних тонконогих, которых Максим не боялся. Он поднял с пола носки, надел оба на руку и импровизированной варежкой сгреб восьминогого с подушки, стараясь не прислушиваться к тактильным ощущениям. Прошлепал босиком на кухню и выкинул тварь-форточку вместе с носками. Вернувшись в спальню, долго осматривал постель с фонариком, чем вызвал недовольное мычание супруги. Когда он наконец улёгся, его била мелкая дрожь. Слишком не вовремя вспомнился Гришка. Воплощённая фобия, материальность которой зависела от человека. Ага. Ну, а раз так... На душе вдруг стало легко и спокойно. Послышался новый щелчок по подушке. Потом ещё один по одеялу в районе живота. И ещё, и ещё, словно в спальне начинался дождь. Лёжа на спине, Максим под одеялом сделал глубокий вдох и с улыбкой прошептал. Троллишь, ведьма. Нет тут никаких пауков. На лицо словно кинули шерстяную перчатку. Она тут же засучила пальцами и, пробежав по шее, нырнула под одеяло. Долгая секунда оцепенения и осознания. Максим истошно заорал и начал лупить себе по груди и животу. Упал на пол, брыкаясь и путаясь в одеяле. Яркий свет ослепил и немного привёл в чувство. Перепуганная Светка стояла в пижаме у выключателя. «Ты чего, Макс?» Он выпутался из ткани. Молча встал и начал осторожно перетряхивать постельное бельё. «Извини, Свет. Показалось, что в дом паука притащил. Здоровенного. Твою мать, серьёзно!» Девушка выхватила у мужа одеяло, замоталась в него и щёлкнула выключателем. «А я... А тебе рано не вставать, придурок!» Светка рухнула в своём коконе на постель и накрыла голову подушкой. Максим понял, что до утра уже не уснёт. Он прошёл на кухню и достал из холодильника бутылку водки. Нервы надо лечить. Утром сильно болела голова, а во рту было мерзко. Невольно подумалось, не могла ли туда заползти восьминогая тварь. Мысль эта вызвала тошноту и ненадолго сделалась легче. Максим шёл по нагретому уже асфальту, сожалея, что поздно проснулся. Летний зной не способствовал улучшению самочувствия, но откладывать визит было нельзя. «Договоримся как-нибудь. Ей, хороший обзор. Мне разгипнотизирование, или как это правильно называется...» «Снятие порчи», — усмехнулся блогер, но был согласен даже на такую формулировку. В сквере привычно ошивалась стайка бомжей, собиравших бутылки и клянчивших мелочь. Издалека слышалась их ругань. Кто-то пролил мимо стакана, и ему клятвенно обещали оторвать руку. Один из бездомных тут же увязался за одиноким прохожим. Из задумчивости парня выдернул сначала резкий гнилостный запах, а потом уже картинка и звук. Половина лица бомжа была фиолетовой и опухшей. Из глазницы торчало нечто белесое, напоминавшее виноградину без кожуры и обильно сочившее гноем. Размазав жидкость по свалявшейся бороде, бездомный той же рукой потянулся к Максиму. Тот брезгливо кинул ему в ладонь пару монет и ускорил шаг. «И нахрена мне твои деньги?» рявкнули в спину. Монеты звонко посыпались на асфальт, а шаркающие шаги догоняли. Стоило обернуться, и в лицо тут же вцепилась грязная пятерня. «Отдай мне глаз, тебе два, тебе одного!» Отпихнув нападающего, парень бросился бежать, слышав вслед хриплые вопли. «Мне нужен глаз!» «Зачем тебе два?» «Отдай!» Миновав сквер, Максим забежал в первую попавшуюся аптеку и купил антисептик. Долго мочил платок и оттирал лицо. Спирт попал в глаз, отчего пришлось руганью промывать его водой под ближайшей колонкой. Подойдя к припаркованной неподалёку машине, он повернул зеркало на дверце, осмотрел опухшие веки, покрасневший глаз и глубокие царапины на щеке. «Вот тварь! Пожалуй, что на сегодня хватит. Не стоит давать ведьме лишних поводов для издёвки». Прикрывая половину лица платком, Максим зашагал обратно к дому, свернув переулок, чтобы обойти злополучный сквер. Очередное июльское утро навалилось тяжёлым и мокрым от пота одеялом. Максим открыл один глаз и осмотрелся. Судя по ощущениям, он опять накануне лечил нервы водкой, хотя не был в этом уверен. Картинка плыла и искажалась, обои выглядели старыми и сильно выцветшими, кое-где висели клоками. Второй глаз почему-то не открывался. Парень резко сел и встряхнул головой, с трудом сфокусировав зрение, он нацепенел. Пауков на этот раз не было. Была спальня в их со светкой двухкомнатной квартире, но выглядела она так, словно в ней устроили ночлежку бездомные алкоголики. Максим хлопнул себя по щеке, попытался хлопнуть по второй и понял, что намертво отлежал правую руку. Так бывало редко и проходило довольно быстро. Встав с простой пружинной койки, заменившей привычный разложенный диван, хозяин ходил по своей квартире и ничего не узнавал. Старая мебель, драные обои, куча грязной одежды во всех углах, на кухне море тараканов, горы немытой посуды, ряды пустых бутылок и жуткая вонь. Какого хрена тут творится, Света? Хотелось вот так заорать, но крикнуть не получилось. Голос прозвучал слабым и очень сиплым. Ошалевший Максим вернулся в спальню, все еще не ощущая правую руку. На койке сидела сморщенная, потлатая старуха, улыбаясь беззубым ртом. «Доброе утро!» «Кто?» – прошептал парень, цепляясь за шкаф. Ну вот, старуха смущенно потупилась. Так и думала, что не узнаешь. «Помнишь, ты спрашивал, что будет, если приворот кончится?» С минуту Светкин супруг молчал, а потом его осенило. «Ай, да Ольга!» Он направился в ванную, уверенный в своих догадках. Это ж надо было так заморочиться, квартиру загадить, старуху найти. «Нет, правда, крутейший пранк!» – убеждал себя Максим, намыливая лицо. «Да когда эту чертову руку уже отпустят?» Он промыл открытый глаз и уставился на немевшую конечность. Правой руки не было. Прямо над подмышкой бугрились узловатые застарелые шрамы, говорящие о том, что много лет назад его руку отняли под самый корень. Попытка закричать сразу утонула в болезненном хрипе. Максим, как завороженный, рассматривал свое тело и не узнавал. Борозды вместо руки, шрамы на правом боку и на животе, длинная белая молния рассекала бедро. Готовый к худшему парень наконец посмотрел в зеркало. Так и есть. На месте правого глаза валившаяся пустота, шрамы на голове и шее. Когда это все появилось, «Как можно такое забыть?» Нестерпимым жаром запылали виски и сильно сдавило сердце. Ноги подкосились и плавно усадили своего хозяина на грязный кафель. Над мужчиной, пытающимся громко и по-детски зареветь, склонилась старуха. От нее сильно пахло немытым телом и корвалолом. С улыбкой она протянула стакан. «Пей, истеричка!» «Поверил теперь?» Максим машинально проглотил лекарство, вздрагивая всем телом. «Не может быть!» «Успокоишься, приходи в спальню. Глядишь, и без приворота получится. Жена я тебя или как?» Светка кокетливо взмахнула подолом замызганной ночнушки, обнажая тощие узловатые ноги и удалилась. Муж, шатаясь, вышел из ванной, сгреб с пола на кухне какие-то тряпки, прихватил нож со стола и выскочил на лестничную площадку. Штаны и футболка оказались по размеру, хотя Максим их совсем не помнил. От нестиранных вещей воняло, но выбора не было. Одеваться с одной рукой было жутко неудобно. «Черт, лучше бы не хватало левой!» У подъезда парень чуть не сбил с ног соседа. Тот миролюбиво улыбнулся. «Здорово, ты куда, босой?» Он протянул правую руку ладонью наружу. Пожав ее своей левой, Максим молча отмахнулся и побежал на улицу. В сквере на этот раз не было никаких бомжей. Можно было спокойно посидеть и переварить весь навалившийся кошмарный абсурд. «Допустим. Допустим, Светка не врала. Приворот все это время делал из страшной старухи молодую жену. Но как же друзья и близкие? Никто ничего не сказал мне ни до свадьбы, ни после. Всех, что ли, приворожили? Но если вся эта хрень с приворотом еще и могла оказаться розыгрышем, то как быть с увечьями? Шрамы-то явно старые. Как они появились? Почему еще вчера все было совсем по-другому?» Максим почувствовал, как его снова душат слезы и накатывает нестерпимая паника. Несколько лет его жизни, возможно, были иллюзией. Ложным, искусно созданным воспоминанием. Приятным мороком, где у него были две руки, два глаза и красивая жена. Где он был без малого счастлив. А что, если морок не тогда, а сейчас? Неожиданно вспомнилась его студенческая гитара, которая до сих пор висит в зале над диваном. Точнее, висела до сегодняшнего утра. Я ведь играл на ней совсем недавно. Даже слегка поругался из-за этого с соседом. Ага, с тем самым, который пожал мне левую руку, как будто всегда делал именно так. По скверу шла пара студенток, и Максим, извинивший за свой внешний вид, попросил позвонить. Он смущенно заверил их, что с одной рукой убегать неудобно. Девушки удивленно переглянулись. Потом одна из них вынула из сумки здоровенную сенсорную лопату. «Диктуйте, я наберу». Запоминать номера давно не было смысла. Но самые старые, из той эпохи, когда их зачем-то дублировали в бумажные блокноты, память хранила до сих пор. Максим назвал номер друга, который умотал в Москву сразу после универа. С тех пор они крайне редко виделись, общаясь в основном через интернет. «Привет, это Макс». «Ну а то новый номер?» — отозвался Саня. «Потом объясню. Времени нет. Слушай, а где моя гитара?» С Саней и они в своё время были действительно близки, так что долгих вежливых вступлений не требовалось. «Ну ты огорошил. Ты же мне её отдал тогда. Тебе-то она без надобности стала». «Когда тогда?» «Ну, пять лет назад». Короткие гудки прервали соединение. «Деньги кончились», — сказала девушка с явным упрёком, забирая телефон. «Извините, я верну. Вы мне номер напишите». Студентка поспешила прочь, увлекая за собой подругу. Входная дверь оказалась не заперта. Максим сразу прошлёпал грязными босыми ступнями в зал. Ольга сидела на своём рабочем месте, за столом. В центре полированного квадрата покоился Гришка, которого хозяйка слегка поглаживала кончиками пальцев. На гостя она смотрела без всякого испуга и удивления. Посетитель бесцеремонно уселся напротив, ехидно посмотрел в холодные глаза и резким движением пригвоздил паука ножом к столешнице. Удивительно, как ловко это у него получилось левой рукой. Ведьма едва успела убрать свои пальцы. Тварь заскребла лапами, но, вопреки ожиданиям, никаких звуков не издала, тихо свернувшись в мерзкий мохнатый комок. Ольга всё так же бесстрастно смотрела на Максима, словно ничего странного и не произошло. И что дальше? А дальше кота, а потом, возможно, и вас. При упоминании кота ледяной взгляд на мгновение сверкнул недоброй искоркой. Зверь, словно почуяв недоброе, спрыгнул с дивана и куда-то ускользнул. Ведьма тут же взяла себя в руки и холодно заговорила. «За паука в расчёте справедливо, поэтому не возражаю. Чего ещё-то от меня хотите?» «Хочу?» Максим немного помялся. «Чтобы выслушали. И на этот раз помогли, а не как с фобией». «А с фобией вы меня и не просили помочь», — улыбнулась Ольга. Сразу начали в угадайку играть. «А теперь, прошу, тогда слушаю». Посетитель молчал, подбирая слова. Хозяйка квартиры вытащила из столешницы нож с нанизанным пауком и отнесла на кухню. Вернувшись, положила на то же место смартфон. «Давайте, как на приёме у доктора. Вы мне всё подробно расскажете, я выслушаю, много раз, если понадобится, и постараюсь подобрать лечение». «Не возражаете?» Максим покачал головой, и ведьма включила запись. «Расскажите, что именно вас беспокоит?» Пациент сбивчиво вываливал в кучу все свои злоключения. Потом немного собрался с мыслями и начал заново по порядку. Ольга, как и в прошлый раз, сидела молча и неподвижно, скрестив пальцы на столе и внимательно слушая. Лишь иногда её глаза неуловимого цвета прикрывались на несколько секунд. Исповедь не приносила Максиму облегчения. «Скорее наоборот, становилось всё невыносимее от осознания того, что это всё происходит наяву, что он действительно калека, а его жена...» «Я прошу вас объяснить и всё исправить», — подытожил он, заталкивая очередной ком обратно в глотку. Ольга отключила запись и впервые за встречу улыбнулась. Мягко и снисходительно, словно учительница глуповатому ученику. «Объяснить извольте, а вот исправить...» «Давайте по порядку. Что вы думаете обо всём этом?» «По логике, выходит, что Света приходила к вам или кому-то из ваших ещё до свадьбы. Но я не понимаю, она что же, всегда такой старой была, сколько мы знакомы?» «Конечно, нет», — Ольга положила на руку Максима тёплую и мягкую ладонь. «Я сейчас скажу очень тяжёлые вещи. Но вы не сможете жить дальше, если не примете их как есть. Светлана была молодой и красивой, когда вы познакомились. Никаких приворотов не понадобилось. Вы сами мне это говорили. Я... Но не перебивайте, пожалуйста. У вас было два года хорошего брака. Не идеального, но вполне. Пять лет назад случилась авария. Вы не послушали жену и сели за руль нетрезвым. В итоге вы инвалид. А Светлана... Светлана не стала». «Что за бред?» — Максим вскочил со стула, выдёргивая руку из мягкой хватки. «Сядьте», — успокоила ведьма. «Дослушайте, а потом всё выскажите. Хорошо?» — парень нервно плюхнулся на стул, глядя на Ольгу из-под лобья. «Я не вожу машины. У меня и прав нет». С тех пор и нет. И как будто бы не было. Вы пришли сюда через полгода после аварии. Разбитый и неживой. Опустившийся почти до самого дна. Вы не простели себе смерть жены и уговорили меня создать иллюзию. Выдуманный мирок, в котором всё хорошо. В котором у вас не было водительских прав, поэтому аварии не могло произойти. В котором супруга жива, а вы здоровы. Всё так же, как раньше. Не идеально, но вполне. «Старуха». «Актриса на пенсии. Не знаю, где вы её нашли. Но до сих пор вы видели в ней Светлану. Значит, иллюзия исправно работала. «Четыре с половиной года. Пока вы вдруг сами не решили её сломать, заподозрив во мне мошенницу». «Как это?» «Ведьме вы верили, а мошенница, она и есть мошенница. Поэтому наш замок из песка...» Ольга сделала жест рукой, словно что-то рассыпала по столу. Максим следил за невидимым песком. Ему было невыносимо горько. «Но почему никто не открыл мне глаза раньше?» «А кто?» В голосе женщины послышались издевательские нотки. «Бьющие родичи, с которыми вы порвали связь сразу после школы. Друзья, которых вы видите только в соцсетях. Коллеги-фрилансеры и блогеры из интернета. Когда у вас в последний раз были гости?» Максим молчал. Саня приезжал всего пару лет назад. Они с ним так и не встретились. Светка заболела, кажется. Если бы тогда он пригласил друга к ним домой... Горькая и осязаемая пустота все сильнее сдавливала грудь, пронзала острой безысходностью сердце, которое сворачивалось и... Умирала бесшумно, подобно большому, но безобидному пауку. «Как... как... все верно?» Тихо спросил Максим. «Никак», — развела руками Ольга. «Тогда вы были не в себя. Много пили, поэтому легко сменили реальность. Теперь разум чист и не купится повторно на тот же обман». «И что мне делать?» Видимо, странно сверкнула глазами, словно ставила победную точку в некой игре. «Принять реальность, как и есть. Или не принимать совсем». Вечер после жаркого дня почти не приносил свежести, но Ольга была ему рада. Еще одна постылая смена в больнице закончилась. Женщина с удовольствием вдохнула запах свежескошенной травы на газонах и подошла к двери подъезда, нашаривая в сумке магнитный ключ. Боковым зрением уловила какое-то движение и резко обернулась. Что бы ни задумала фигура в светлом плаще, ее уже скрутил некто темный и габаритный, зажимая рот большой ладонью в черной перчатке. Ольга с улыбкой посмотрела в злые и испуганные глаза. «Я ждала вас попозже, а вы прямо в день похорон. Что у вас там, нож?» Голубые радужки стыдливо юркнули в сторону. «Грубо. Может, сначала поговорим?» Светлая голова кивнула, насколько ей позволяла рука в перчатке. «Вот и славно. Спасибо вам, Савелий Петрович. Дальше мы сами». «Да на здоровье!» — отозвался дворник, отпуская задержанную. «Вы прямо как в воду глядели!» Работа такая. Светку встретила знакомая простая обстановка ведьминой квартиры. Все как всегда, только в середине столешницы добавилась свежая трещинка, и кот все не попадался на глаза. Сбежал куда-то на днях, словно прочитав мысли, пояснила Ольга. Она вошла с кухни с двумя чашками ароматного травяного чая. Поставила их на столик, приглашая гостью. Светка пила чай, молча уставившись в одну точку. Она шла сюда отомстить, а теперь не знала, с чего начать разговор. «Зачем вы так?» — наконец сказала она тихо. «Я же просила только напугать его. Доказать. С пауком, кажется, все прошло прекрасно. Что не так-то?» — удивленно подняла брови Ольга. «Издеваетесь?» — голос девушки задрожал. «Вы же знаете, что я с похорон знаю, и я очень вам соболезну. Но я-то тут при чем? Ваш муж был здесь один раз, после чего получил сеанс арахнотерапии. Больше я его не видела». «Лжете!» — Светке захотелось выплеснуть в лицо собеседнице остатки чая. «Он шагнул под грузовик прямо тут, возле вашего дома!» «Думаете, я его толкнула?» «Не толкнули, но подтолкнули!» «Что-то с ним сделали!» Загипнотизировала, зачаровала. «А вы знаете, что такое не делается за пару минут?» «Особенно внушение мысли о самоубийстве». «В котором часу он в половине двенадцатого?» «Ну, тогда я вас разочарую». «Ведьма достала из сумки увесистый смартфон и открыла папку с какими-то файлами. Я записываю некоторые сеансы». «Три дня назад, одиннадцать часов». «Ага, вот, по-вашему, в это время я должна была колдовать над вашим мужем». Ольга положила устройство на стол и внимательно посмотрела в глаза Светке. «Давайте так. Если вы скажете мне, что это Максим, я поеду с вами в полицию прямо сейчас». «Расскажите, что именно вас беспокоит?» «Не знаю, с чего начать. Я не помню, как мне отрезали руку, как я потерял глаз, все эти жуткие шрамы, почему в моем доме незнакомая старуха, почему я теперь живу, как...» «Голос казался Светке знакомым, но словно сорванным и очень хриплым. Возможно, она просто хотела слышать голос покойного мужа. Интонации были чужими, вместо бодрого цинизма, слабости, безысходности. И то, что этот голос говорил. Отрезали руку, потерял глаз, старуха. Явно не про Максима. «Это не он», – тихо сказала девушка. «Конечно, не он», – улыбнулась Ольга. «Это постоянный клиент, инвалид, постоянно теряет память на почве алкоголизма. А Максим в тот день до меня так и не дошел». «Жаль, вы бы смогли ему помочь, наверное», – сказала вдова, сглатывая слезы. «Я пойду. Извините». Проводив Светку на такси, Ольга вернулась в квартиру и с удовольствием уселась на любимый диван. Ее переполняло новое, очень приятное чувство торжества. Партия была выиграна, да еще как изящна. Старая актриса, бомжи, хозяин клоповника, клавелинщица. Никто не станет болтать лишнего. За каждым водятся куда большие грехи. А кто-то всерьез опасается гнева ведьмы. Бестолковый сосед и наивный друг Саня тоже все чисто. Соседа просто попросили поздороваться за левую руку. А друг уверен, что Светка готовит мужу розыгрыш и новую гитару. Расставлять сети было интереснейшей игрой. Но верхом удовольствия оказалась манипуляция. Убедить здорового человека в отсутствии частей тела совсем не то же самое, что уговаривать клуш на разводы или залеты. Гораздо сильнее и приятнее. Ольга была уверена, что в деле поучаствовал не только гипноз. Чувствовала, что за ее спиной стоит могущественная темная сила. И если так, то и сама ведьма была лишь ее марионеткой. Марионеткой, командующей другими марионетками и понемногу входящей во вкус. Автор Роман Башаев Озвучил Валерий Равковский Голос Некрофоса Варгард Прослушать другие истории данного конкурса можно по ссылке в закрепленном комментарии. Там же ссылка и на мой личный канал с интересными историями. Буду благодарен от тебя за подписку. Ну а теперь выскажи в комментариях свое мнение по поводу этой истории. Нам с автором будет важно прочесть твое мнение. И до новой встречи в фильмах под твоими веками. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова